Мне тут подписчики предложили сыграть в какую-то очень странную игру. Ой, Кобик, мне кажется, это настоящая ошибка. В смысле, почему? Вроде бы она миленькая. Смотри, я уже динестировал. Ага, и у нас тут происходят какие-то странные звуки. Я не понял, что мы должны делать? Ха-ха, мы должны создавать музыку. Например, смотри, делаем вот так вот. И что у нас должно произойти? А, должна играть музыка. Всё, я понял. Ха-ха, а мне это потихоньку начинает радоваться. Ну, не знаю, по каждому музыку это не совсем похоже. Ха-ха, Кобик, а вот так вот. Давай, или солнышко, и смотри. Как тебе на этот раз? Ну, уже немного поинтереснее. Стоп, есть ещё какая-то приставка, что будет, и мы её сделаем. А, это не приставка, это оказались очки. И музыка у нас сейчас немного изменится. Ну да, теперь она похожа на какую-то восьмибитную. Блин, вообще, Кобик, а что тебе боится с неющего, чем сонда? Ого, интересно, какие звуки у нас даёт? Давай просто это узнаем. А, ну, в принципе, ничего особенного. Ха-ха, он, походу, просто стучит по барабанам. Да, и это вы уже поняли. Если вдруг какой-нибудь звук будет лишним, мы можем его просто выключить. Ха-ха, или девочка можем удалить. Например, вот это солнышко. Если что, потом его обязательно восстановим. Просто здесь слишком много персонажей. Кобик, мне кажется, что вы зря решили зайти в эту игру. А почему зря-то ты, может, объяснишь уже или нет? Ха-ха, это будет секрет. Давай, поставим вот этого чувачка. Эм, и звук у него прям очень странный. Послушайте. Как будто собака какая-то гавкает. Ха-ха, реально, очень похоже. Поэтому давай, пожалуй, этого чувачка мы пока что удалим. И как-то его сделаем, как бы я ищу шляпу, поставим вот сюда. Ого, какой солидный паренет. И он, походу, у нас просто... Свистит. Окей, это мы поняли. Вау, Кобик, смотри. А что, истаканная черная шляпа? Ха-ха. А вот ее оставить точно не надо. Эм, это еще почему? Ладно, я думаю, что мы до нее еще дойдем. Есть какие-то розовые ушки. О, смотри, какая миленькая. Интересно, что вы сейчас придуставать? О, она, походу, поет. Прикольно. Ага, думаю, что со всей страной музыкой будет очень хорошо сочетаться. В принципе, пока что получается нормально. Ха-ха-ха, не смотри, что все равно желтый чувак. Давай посмотрим вместе с другим желтым. Так, сначала нужно узнать, что он у нас поет. Ну, кстати, звук похож на предыдущего желтого. Да, реально, они вообще как будто эти звони. О, слышите? Ну да, Борис, я же только что сказал то же самое. Ладно, давай теперь послушаем, что у нас получается все вместе. Я вот в самом деле даже не знаю, что здесь лишнее, что можно убрать и кого из них можно поменять. Короче, парни, мне кажется, что мы много кого еще не затестировали. И поэтому ты решил просто всех удалить? Да уж, гениально. Да ладно, сейчас соберем новую команду. Что делать, этот чувачок? Эм, ну как-то непонятно. Да уж, он какой-то очень грустный. У нас еще есть какое-то ведро. Ё-моё, ты еще кто такой? Ну ладно, в принципе, можно оставить. Ха-ха, Котик, смотри, есть еще какой-то компуктер. Ого, я его даже сразу не заметил. А что он делает? Ё-моё, это что еще за чудо? Да, как же он издает в шоке? Мяу! Ни фига себе! Я не думал, что в этой игре есть еще и слова. Да, тут и дальше слова будут вообще очень немалые. Так, пока что они меня немного отвлекают, поэтому я решил его просто вырубить. Есть еще какое-то дерево. Поставим его прямо в середине. Ого, какое оно огромное. А что оно у нас поет? Ну, в принципе, понятно. Окей, думаю, что надо его оставить будет хорошо. Так, кого из этих персонажей мы еще не тестировали? Вроде вот этого зелененького кустика. Ё-моё, его походу шмыкнули немного. Сейчас посмотрим, как это все будет вместе звучать. Давай уже играй. Это, походу, тоже барабаны. Окей, еще я заметил, что нету было вот этого синенького чувачка. Да-да, ай-да, ай-да, стоит. Как вам такая история? Ого! Круто поет! И такой коллектив получается прям стильно отличается от предыдущего. Да, ну, нет ничего, это прямо голубенький чувачок, его мы не тестировали. Сейчас узнаем, что у нас тоже будет петь. Ну, какой-то инструмент, и я, правда, не понимаю, что именно. А, это, наверное, такая штука, про которую нужно палочками стучать. Немного не понял, ну ладно. Теперь у нас еще остается паспетий чувачок с черной шляпой, про которую осел наковрил, что его лучше не ставить. А, я не понимаю, что будет, если мы его... А, я что, игру слабал? Ой-ой-ой. Кубер, я же говорил! Ага, я теперь понял. А, а как обратно вернуться? Все, теперь никак. Давай, ставь новую команду. Окей, давай начнем с оранжевого. Поставь его, конечно же, самым первым. Ой, а что с ним случилось? Да, его немножко шпыгнули, и теперь звуки тоже будут отличаться, смотри. Как тебе? Ну, не знаю, пока что как-то жутко. И, походу, его звуки, это удар его сердца. Да-да, именно. Давай теперь поставим вот этого дьявола. Ёк, макарёк, я боюсь представить, что там получится из него... Ё-моё, может, мы его сразу удалим? Ё-моё, давай посмотрим, какие у него звуки. Как будто бы кто-то стреляет. Ага, как будто я вообще в какой-то контр-страйк играю. Ладно, это мы пока что ставим, посмотрим следующего. Его, конечно же, тоже посмотрим в соло. Ха-ха, Копик, его, походу, барабанов немножко аж мыхнуло. Угу, это я уже понял. А что с игрой произошло, кто-нибудь мне объяснит или нет? Я пока что тоже не понимаю. Верните нам обратно беленькую игру. Ха-ха, все, вернуть не получится. Кстати, смотри, есть еще какой-то глаз. Ама. Во-первых, что это за глаз такой? А во-вторых, почему его не получается взять? Ха-ха, ты что думал, что просто его поставишь и все? Ну, на самом деле, да. И смотри, у нас здесь есть еще какой-то последний чувачок. Он тоже очень странный. Попробуем его активировать. А, стоп, так он не активируется, что ли? Нет, Копик, ничего не понял. Он уже активирован. Это звуки от него. А, реально? А я думал, что это звуки просто от этого уровня. Нет, походу, не можно просто удач. А, то есть, именно он и был тот самый класс. А если мы его поставим, мы обратно в игру вернемся? В смысле, ты имел в виду обратно в радужный уровень? Ну да. Но, походу, мы остались здесь навсегда. Копик, я тебе это расскажу больше. Здесь неинтересно, я получаю шагов. Реально? А как в них зайти? Этого я не знаю. Надо подмышков спрашивать. Напишите, пожалуйста, в комментах, во-первых, как зайти в эти воды. А во-вторых, что это вообще, блин, все такое? Я не знаю, но, в принципе, звуки стильные, слышишь? Да, слышу. И мне кажется, что этого чувачка лучше сразу удалить. Эм, ну ладно, давай хотя бы поставим цветочка. Ок, макарек, у этого цветочка явно есть проблемы. Ладно, послушаем, что он там будет петь. Ну, звуки хотя бы не такие уж и страшные. Да, походу, мы должны стали. Нет, Борис, он выглядит как-то слишком страшно. Давай его сразу удалим. Копик, что испугался, да? Тогда поставим серые ушки. Ага. И сразу послушаем, что у нас из этого получится. Какой-то ультразвук. Да, Бобик, вообще имба. Ну, не знаю, ладно, давай его пока что оставим. Но думаю, то, что его мы будем удалять следующего. Теперь есть ведро. Не знаю, как это можно прокомментировать. Ой, Бобик, а что с ним случилось? Вы же помните, что в предыдущем уровне, когда они еще все были добрые, у него на том самом месте было ведро. Походу, и попросту кто-то украл. Или еще хуже, откусил. Ладно, его пока что оставим. Вроде бы не сильно плохо. Ребят, поставим ту самую пристальку. А, его походу, вы снимали. Ага, от очков остался всего лишь один класс. И то, с ним тоже есть какие-то проблемы. Че он там поет? Ну, восьмибитная, конечно, музыка, но какая-то очень странная. Да ладно, Кубик, нормально, его можно оставить. Теперь поставим настоящего кустика. Он тоже инфовый. Ну, не знаю, Соба, что с этими персонажами со всеми случилось? Эти какие-то все очень страшные. И издают какие-то очень страшные звуки. Послушайте на это. Это вообще какое-то чудовище. Борис, а тут... А, нет, он все-таки просто кричит. Наверное, он немного сломался. Ладно, давай мы удалим. И вместо него затестируем солнышко. Но, Болёк, а то там появился глаз. А, не пиздец, а то на прошлого уровня его не было. Вот такое он крутые песни поет. Вообще крутяк. Да уж. Короче, давай мы лучше сейчас возьмем все персонажи. Удалим. Э, в смысле? Зачем ты это сделал? Я просто хочу собрать новенькую команду. Потому что у нас еще целая куча персонажей, которых мы не проверили. Во-первых, какой-то инопришеленец. Он, походу, просто кричит. Хе-хе, я понял. Вот у нас настоящая картина и кричит. Ну, не знаю, Борис. Как-то очень мало похоже. Я помню то, что в прошлом уровне дерево у нас было. Капец, какое огромное. В этот раз тоже поставим его посередине. Ой, там, походу, оно немного изменилось. А, теперь на нем появилось объявление, что пропала девчонка. Стоп, а оно вообще какие-то звуки издает или нет? Я, ну, слышу. Но какие-то они очень странные. Да, точно отличаются от предыдущего уровня. Там были намного громче. Окей, пока что просто его ставим. Думаю, что мешать оно нам не будет. Есть еще один желтый чувак. Мы его сразу же ставим. Он тоже какой-то очень страшный и странный. И зато исполняет вообще имповую песню. Ты же слышишь ее? Под нее одну можно дэнсить. Ну, не знаю, все, мотанец получится так себе. Капа, какой он дэнсик? Давай сюда нюансы ровно вернем. Согласен. Вместо этого просто ултестируем шляпу. Ой, этого чувака, походу, немного подстрелили прям в лоб. Реально, видимо, появились дырка в шляпе. О, он тоже поет. Да уж, это реально просто какой-то крылья. Что здесь происходит? Зачем мы сюда зашли? Самое главное. Зачем подписчики нас попросили в это поиграть? Я этого вообще не понимаю. Так, у нас в компьютере, если что, были настоящие слова. Давай теперь посмотрим, что же будет в этом компьютере. Ё-моё, это еще кто такой? Ага, это по-моему, там самая девчонка. И она вам что-то говорит. Ага, говорит, что нам нужно бежать отсюда. В смысле? Происходит что-то плохое. Зачем мы... Что? В смысле? Говори, что это все неправда. Хе-хе, не говорю, а мы даже не сможем спрятаться. И мы ездили за пастушкой. Да уж, это я уже понял. Давай мы лучше его просто удалим. Хе-хе, Гупик, а что испугался, да? Ну, на самом деле, да, и есть такое. Давай лучше просто других персонажей затестируем. Ё-моё, с тобой это что случилось? Ничего страшного, на него просто немножечко каплило. Угу, это я уже заметил. Так, у нас дерево как будто слишком большое. Оно перекрывает наших персонажей. Я его пока что временно убрал. Что же нужно было честно посмотреть? У всех других персонажей. Так, ладно. Этого мы пока что вроде оценили. Можно его, думаю, оставить. Ничего себе, у вас были узкие. Давай поздравим по септиде. О-о-о, вот этому чуточку мне кажется достать больше всего. Ну, ладно, хотя бы песня такая уж страшная. Ну, бегать иду, прям очень плохо. Сразу же умею. Согласен, перестану, раз дома как не будем. Потом прогоник синячучка. Стоп, а почему он такой же, как на предыдущем уровне? Да не вам по поводу не должно. Ой. И песня та же самая. Не, звуки вроде немного отличаются. Эти какие-то чуть-чуть пострашнее. А, реально? Я тоже не понял разницы. Ладно, Сёма, я так понимаю, ты в этой игре немного разбираешься. Скажи, что делать дальше? Ну, ладно, просто забрать целую команду, тушкарку. Вот так, и вот так. Ага, ну, чтобы вы уже поняли. Под неё танцевать я точно не буду. Окей, тогда просто персонажей удаляем. Эм, ну ладно, а что дальше? А дальше можем просто посмотреть на галерею. Воу, а это ещё что такое? Не знаю, тут просто какие-то спойлеры есть. Угу, спойлеры очень интересные. Смотрим на какие-то рисунки. А, вот этого зелёного, походу, брали из той самой игры. В смысле? Чё это за игра? Я не помню, как она называется, но такого персонажа я уже точно видел. Так, это что такое? Ха-ха, походу просто картинка. Если что, петь она не будет. Спасибо, Сёма, это я уже понял. Так, дальше. Тут какой-то скриншот из Дискорда. Ну, вообще, непонятно, что там написано. Разобрать, конечно, можно, но с английским у нас реально есть проблемы, поэтому я даже пытаться не буду. Просто смотрим дальше. Эмма Грей. Ха-ха, походу он стал настоящим стилягой. Ну, не знаю, я бы такого точно не сказал. Так, это кто такой? А, это, походу, история появления зелёного. Стоп, того самого цветочка? А, кубик, с которым потом случились небольшие проблемки. Ну, не знаю, я бы не говорил, что они небольшие. Они капец какие серьёзные. Да, согласен, давай его лучше удалим. И обратно пойдём посмотрим, что у нас есть в галереи. Так, это кто такой? Ха-ха, это, походу, коричневый спрунки со жлябой. Ну, кстати, да, немного вроде бы похож. Ну, не знаю, мне кажется, что это не он. Ха-ха, ну и ладно, давай смотреть дальше. Это ты хотя бы понял кто? Ну да, это, конечно же, очевидно. Тот самый глаз, который у нас находится в самом конце. И который издалёт ужасные спрунки. Согласен, лучше его сразу же просто скипнуть. И пойти дальше смотреть галерею. О, поэтому мы видели. Ага, это тот самый жёлтенький чувачок. Только у него рот вроде был немного другой. Кубик, его просто чутка повернули. А вот этого узнал? Эм, этот вообще на спрунки вроде не похож. И дальше, походу, просто пошли какие-то мемасики. Стоп, а вот это кто такой? Такого я не припомню. Это тот самый чувак в шляпе, из-за которого всё началось. А, реально, именно эта шляпа сломала нам игру. Ха-ха, стопик, а я вас предупреждал, что лучше её не активировать. Офигенно, а как нам теперь вернуться обратно? Сори, но этого я, к сожалению, не знаю. Короче, если вы вообще понимаете, что в этой игре происходит, напишите, пожалуйста, в комментах. А ещё не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И заодно глянуть следующее видео, которое здесь уже появилось. Чего ты ждёшь? Нажимай на него скорее!